Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня готовлю котлеты из индейки. Для приготовления мне необходимы следующие продукты. Фарш из индейки. Я использовала мясо с ноги индейки. Здесь у меня 900 граммов. 3 полные столовые ложки овсяных хлопьев, это примерно 50 граммов. Луковица 150 граммов. Чайная ложка соли примерно 12 граммов и треть чайной ложки кориандра. Также мне нужно будет примерно 150 миллилитров жидкости. Можно использовать молоко, воду, я беру сыворотку, так как она все время есть у меня в наличии. Для панировки буду использовать сухари. Заливаю овсяные хлопья и оставляю их на полчаса для того, чтобы они набухли. Жидкости для фарша может потребоваться чуть больше. Буду смотреть по консистенции. Загружаю в комбайн или блендер, набухшие хлопья, сюда же режу лук, добавляю соль и кориандр. Все измельчаю до перообразного состояния. Если вы делаете фаршные мясорубки, можно пропустить на ней сразу мясо, набухший геркулес и лук. Добавляю полученную массу к мясному фаршу и хорошенько все перемешиваю. Фарш не должен быть излишне густым, при вымешивании я добавила в него 20 миллилитров сыворотки. Но очень не увлекайтесь, помните, что вам нужно слепить из него котлеты. Теперь нужно включить духовку, разогреть ее до 210 градусов и можно формировать котлеты. Я их готовить буду в керамической форме. На дно положила фольгу, чтобы легче потом была форма отмыть. Можно готовить и на противне. Если фольгу не используете, смажьте форму растительным маслом. Котлеты лучше формировать мокрыми руками. Форма и размер на ваше усмотрение. Обваливаю котлеты в сухарях и укладываю в форму. У меня получилось 15 штук и остался фарш еще на опарочку, который я просто пожарю. Котлеты отправляю в духовку на 30-40 минут при температуре 210 градусов. Котлеты готовы, они провели в духовке 40 минут. Пару минут я подержала их под грилем для образования верхней румяной корочки. Посмотрю, что получилось. Вот так они выглядят на срезе. Попробую. Очень вкусные нежные котлеты с хрустящей корочкой сверху и сочным фаршем внутри. Вот такие замечательные котлеты из индейки у меня получились и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте и приятного вам аппетита! Спасибо, что вы были со мной. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго и до новых встреч! КУХОННЫЕ ФИШКИ Подписывайтесь на наш канал.